Здравствуйте! С Вестями на ТВ2 Комрад Людмила Пиогла. 25 февраля должно было состояться заседание Муниципального совета города Комрад, но советники города посчитали, что присутствие журналистов лишнее. Нашей съемочной группе пришлось отстаивать законное право присутствовать на заседании. Дело дошло даже до того, что по указанию руководства Муниципального совета в дверях был поставлен страж, который не пускал журналистов в зал заседаний. На заседаниях Муниципального совета города Комрад некоторые советники гостей не жалуют. Особенно это касается представителей средств массовой информации. Обычно, кроме тех, кто работает на имидж Муниципального совета и в частности на репутацию примара города, никого не приглашают. Вот и к нашему визиту тут основательно подготовились. Я не командир, но они, конечно, командовали здесь посторонние люди. Пожалуйста, пропустите телевидение, не мешайте. Я сказал, не мешайте. Пустите телевидение. Молодой человек, куда подойдите? Что у нас теперь? А что ты командоваешь? Не толкайте меня, мама. Что ты командоваешь? Я на работе, она позвучит. Я на работе, она позвучит. Иди руки от меня. Так, господин полицейский, наведите порядок. Ну что же, придется заняться ликбезом и пояснить некоторые статьи закона, в том числе того законодательного акта, которым регламентируются права органов публичной власти. Статья 16. Созыв местного совета. Повестка дня доводится до сведения с жителей села, коммуны, города, муниципи через местную печать или иные средства массовой информации. Никто не предпринял попытки предупредить массово жителей Камрата о предстоящем заседании муниципального совета, ни в СМИ, ни на официальном сайте мэрии. Кризисная ситуация предприятие Сукана уже набило оскомину в городе. Ранее, 17 февраля, примар города и ряд советников в Доме культуры проконсультировались с населением города. Тогда горожане поручили примару обратиться в муниципальный совет для отмены решения от 4 февраля о подготовке передачи поставщика воды под управление румынской стороне. В повестке дня от 25 февраля муниципального совета не был включен этот вопрос, хотя это самый главный вопрос повестки дня всех жителей города Камрат. А буквально 24-го, на один день раньше, заседала комиссия по подготовке передачи Суканал под управлением румынской стороне. Эти факты подтверждают, что примар города не хочет выполнить требования жителей города Камрат. Так что же он хочет сделать? Передать в аренду единственного поставщика воды? Всегда не удивляйтесь, потому что наверняка здравомыслящие люди давно наказали. Закон о местном публичном управлении, статья 8, предусматривает консультации с населением. Пункт 2. По вопросам, имеющим особое значение для административно-территориальной единицы, могут проводиться в соответствии с кодексом о выборах консультации с населением путем проведения местного референдума. Но примар, который много раз высказывался о проведении референдума, по важным для общества вопросов, к сожалению, на этот раз с такой инициативой не вышел. И даже не обратил внимания на просьбу части советников провести 26 февраля расширенное заседание муниципального совета для начала всенародного обсуждения такого важного вопроса, как питьевая вода. Дело в том, что мы собрались с 9 советников и решили этот вопрос именно заслушать МПСУ канал в Доме культуры, чтобы население могло присутствовать и задавать вопрос, почему предприятие дошло до такого состояния и какие будут предложения, как найти выход. Собрав эти 9 подписей, это одна треть советников, которые имеют право сами инициировать данное заседание, если откажется примария. Мы пришли, зарегистрировали официально 21 числа, это в примарии, зарегистрировали в муниципальном совете. Буквально на следующий день я смотрю объявление, состоится плановое заседание муниципального совета, обозначенное 16 числом. Я принес 21, поездки не было, потом получилось 16 числом. Я сегодня не поленился посмотреть в журнале регистрации распоряжений. Оказывается, нет пронумерованного, прошнурованного, опечатанного журнала, как должно быть. То есть сделано так, как будто они первым поставили, а не мы. Ну хорошо, мы сегодня поставили на повестку дня этот же вопрос. Не было принято. Вчера была у нас комиссия, которая была создана передачей в концессии. По предложению работников примария, они решили эту комиссию сделать рабочую с целью изучения практически то, что происходит в Су-канал и какие пути решения мы видим. Мы красиво обсуждали, все было вроде нормально. Я опять же выступил, сказал, дайте мне информацию. Я три недели назад попросил вас письменную информацию, ответа не получил. Господин Гайдаржил, зампредседатель, обещал, до вечера, до пяти часов дам вам информацию. Восемь часов вечера мне принесли бумажку из подписи, без числа, и не то, что я просил. Сегодня выставили, чтобы народ посмотрел. Набор информации, тип насосов, количество, кого-то интересует. Нам нужны были конкретные показатели, что мы хотели услышать. Нам этого не дали. Но несмотря на то, что не дали, я собрал и официальную информацию, и неофициальную, и сопоставил ряд фактов. Они у меня есть. Те данные, которые имеет ассоциация республиканская, куда входит наш МПСУ-канал, и те отчеты, которые они дают месту властям, цифры очень разнятся в финансовом отношении. Поэтому эти цифры надо проверить. И у меня есть основания подозревать, что действительно состояние предприятия не такое, как нам предполагает. Этих потерь нет. Это фактически идет нецеленаправленное распределение или использование этих бюджетных средств, которые есть. Я считаю, что имею такие факты, я официально их направлю тоже в СУ-канал и Примарии, и направлю на имя Башкана Гагаузи в прокуратуру, для того, чтобы сделали независимый аудит, сели выявления, есть подтверждение этих нарушений или нет. Проблема СУ-канала должна была быть решена. Этот у нас вопрос не существует вообще ни с сегодняшнего дня. Этот вопрос у нас существует уже последние, наверное, лет 10. И он не возник у нас. И мне непонятно, почему этот вопрос возник так быстро и скоро. И резко так кому-то надо было его отдать в концессию. Тем более иностранной компании. Когда этот вопрос должен был, если есть такая у нас проблема, его надо было рассматривать на местном уровне, проводить, создать комиссию из советников, разобраться сначала. Это должно было быть поднят вопрос давно, еще полгода назад, год назад. Надо, соответственно, чтобы не доходить до критической точки. И потом в конце начинать резко решать какие-то вопросы с резкими передачами куда-то предприятия. И почему этого не было сделано, вот этого мне не ясно. В итоге советники проголосовали за перенесение заседания. Под конец короткого заседания вопросов осталось больше, чем ответов. На когда и на какое время перенесено заседание? Кому не выгодно, чтобы информация о деятельности СУ-канал стала доступна народу? Как дальше будет развиваться ситуация с предприятием СУ-канал? Но есть житейская мудрость. Все тайное становится явным. Помните об этом.